Дорогие друзья, я Ари Рос Асур Кан, и я вновь рад приветствовать вас на моём канале. В первую очередь хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш молодой канал и наш проект. Нам очень приятно, что наше творчество, наша информация находит отклик в ваших сердцах. Также, друзья, если вам по душе наши видео, лайкайте, делайте репосты, способствуйте максимальному распространению информации, которую мы вам передаем в наших видео. Заказывайте наши книги, изучайте материалы на наших сайтах. Все необходимые информации находятся в описании к видео. Итак, друзья, сегодняшняя лекция называется «Туманный Альбион. Шотландия, Ирландия, Уэльс, Англия и остров Мэн». Представители славяно-арийского рода появились на Альбионе ещё несколько тысячелетий назад. Ещё одна волна заселений острова началась с наступления нашей эры и до XI века. Представители руссов и недов славяно-арийов дали начало многим известным кланам, ведущих свою насыщенную яркую историю с XI-XII веков. Но давайте всё по порядку. Итак, ирландская мифология упоминает о некоторых племенах богини Дану, которые в незапамятные времена приплыли на своих кораблях к ирландским берегам. Эти племена светловолосых и светлоглазых людей обладали удивительными магическими знаниями, а также были прекрасными воинами и музыкантами, имели удивительную одежду, оружие, музыкальные инструменты. Это друиды-волхвы, которые строили кругообразные жреческие комплексы обсерваторий и принесли на эти земли знания и законы. Не случайно некоторые источники причисляют их к кельтским богам. С другой стороны, в дохристианской славяно-арийской ведической традиции есть предания о некоторых родах, ушедших из русского севера, на запад, в поисках новых земель. Это происходило во второй половине третьего тысячелетия до н.э. Вот что говорится в древнем ирландском эпосе о переселении племени богини Дану в Ирландию. На северных островах земли были племена богини Дану и постигали там премудрость, магию, знания друидов, чары и прочие тайны, покуда не превзошли искусных людей со всего света. В четырех городах постигали они премудрость, тайное знание, дьявольское ремесло. Города Фалиас и Гориас, Муриас и Финдиас. Эти четыре города находились в районе Кольского полуострова и Малой земли. Из Фалиаса принесли они Лафиаль, волшебный камень, чтобы потом в Таре вскрикивал он под каждым царем, кому суждено было править Ирландией. Из Гориаса принесли они копье, которым владел луг. Никто не мог устоять перед ним и перед тем, в чьей руке оно было. Из Финдиаса принесли они меч, нуанду. Стоило вынуть его из боевых ножен, как никто уже не мог от него уклониться. И был он воистину неотразимым. Из Муриаса принесли они котел Дагды. Не случалось людям уйти от него голодными. Богиня Дану принадлежит славянскому пантеону богов. Посмотрим внимательно на топонимику островов Британии. Уэльс, Уэллес, земля Уэллеса бога. Скотия, Шотландия, английская скотия, земля скифов, скотоводов. Ирландия, земля Ирия, прибывших с Ирия Тишайшего, с Иртыша. Даблин, столица Ирландии, от русского дубления, обработка кожи, а также от дулебов, волынян, с общим аутентичным инструментом волынкой, английская пайп. Эдинбург, град Одина. Ранее Скотия называлась Альба. Ее столица с 843 по 1452 год был Скоун. С 1452 года град Одина, Одинбург. Этот округ называется Кенрос, что в переводе на русский означает «род, план русов». Иберы, те же кельты, жили не только в Испании, но и на Кавказе. Грузия, Горная Руссия раньше называлась Иберией. И в Ирландии называлась Ибернией или Ивернией. Рядом с этими Ибериями находились Албании. Одна Албания была на Кавказе, рядом с Иберией. Вторая на Балканах, она находится там и сейчас. Альпы расположены рядом с Испанской Иберией. Ну а рядом с Ирландской Ибернией распорожен туманный Альбион. Вероятно, не случайным является факт, что все эти три пары Иберов-Альбов находятся в горах. Слово «Иберы», скорее всего, связано с медведями, английский «бер», а слово «альб» трансформировалось в «эльф». Стоит отметить, что всемирно известный Рутвельский крест, который чудом уцелел с 7 века, исписан русскими руническими надписями. Добавим, что все символы и орнаменты кельтов, в том числе и кельтский равносторонний крест, имеют демнерусское происхождение. Сооружение этого 5,5-метрового креста Рутвельского датируется примерно последней четвертью 7 века новой эры. Крест стоял около алтаря Рутвельской церкви с 1642 года, пока Ассамблея Шотландской церкви не решила, что этот пережиток римского язычества должен быть уничтожен. Решение было выполнено, но не до конца крест разобрали и одну часть фрагмента креста захранили на кладбище, а другую часть свалили в траншею во дворе церкви и использовали для мощения. В таком виде фрагменты креста пролежали до конца XVIII столетия, пока те остатки, которые были в церковном дворе, не помешали начавшейся реконструкции здания церкви. Спустя 20 с лишним лет после этого на сохранившиеся фрагменты креста обратил внимание преподобный Генри Дункан, министр по делам церкви округа Дамфайшир, который заинтересовался этим памятником язычества и решил его сохранить и даже восстановить. Часть панелей креста к тому времени была уже утрачена, некоторые фрагменты были повреждены. В частности, предполагается, что была полностью утрачена панель со сценой Рождества Христова. Восстановленный крест был установлен во дворе церкви, а в 1887 году стараниями преподобного Джеймса Макфарлана крест был размещен в здании самой церкви, где и сейчас он находится. На правой панели Рутвальского креста, вверху, переводя на современный русский язык, написано «это «ра-яра» почитатели говорят верующим в «ра-волка». На правой панели креста, с левой стороны, почти отдословно «дар храма Господа Бога Яра, чтобы не жили во тьме, бо Божий закон не установлен им, требует их к Яру звать. Закройте веру в «ра-то волчья», так как жизнь по-иному устроена». Центральный персонаж, изображенный на перекрестии – солнце, то есть это солнечный бог Яр, о чем и сказано русским языком в рунической надписи. Сверху изображен сокол, а на перекладине креста – петух и конь. С обратной стороны перекладины изображена рыба с открытым ртом и лебедь. Имеющейся информации вполне достаточно, чтобы навсегда похоронить англосаксонскую, в кавычках, древнюю литературу германского извода. Язык рунических надписей, как и во всей Северной Европе, здесь явно славянский. Стоит также отметить, что в мирном договоре между англами и скотами после битвы при Бакенборте в 1314 году прямо указано на то, что скоты являются прямыми потомками скифов при Черенморских степей. До X века в Англии лорды назывались исключительно «Аланус». Вспомним, по-буквенно, как по-английски пишется название известного произведения Вальтера Скотта «Айвенго» – «Иван Хоя». Еще в середине XIX века в России это произведение издавалось под названием «Иван Гой». Доктор антропологии Кембриджского университета и этнограф Говард Рид в 2001 году издал книгу «Король Артур, король-дракон», как кочевник-варвар стал величайшим героем Британии. Артур за «Драгон Кинг» – «How Barbarian Nomad Became Britain's Greatest Hero». Он изучил 75 первоисточников и пришел к выводу, что легенды о короле Артуре, королеве Гвинерве, волшебнике Мерлине, рыцарях круглого стола восходят к истории русов, проживавших в степях Северного причина моря. Рида обратил внимание на хранящиеся в петербургском амритаже предметы с изображениями драконов. Эти предметы были найдены также в могилах воинов-кочевников Сибири и датируются 500-м годом до новой эры. Драконы, аналогичные с армадским, отмечены в иллюстрированной ирландской рукописи, написанной около 800-го года. К слову сказать, британская конница и сегодня называется драгунами – драгунс. Рида утверждает, что первые отряды высокорослых световолосых всадников, защищенных металлическими досмехами, под знаменами с ображениями драконов, появились в римской армии на территории Британии в 175-м году. Тогда около пяти с половиной тысяч сарматов-наемникам прибыли на остров. Именно они и их потомки дали основу легенде об Артуре. Именно драконы изображались на штандартах воинственных скифа-сарматов и алланов в качестве племенного символа. Обратите внимание на изображение креста с гробницы короля Артура. Надпись на нем представляет большой интерес. Можно считать ее написанной по латинке, здесь покоится и так далее, но в то же время можно считать, что начинается надпись греческого слова «нисия», то есть «никея», или «ника», что означает по-гречески «победитель». Чрезвычайно любопытно посмотреть, как в надписи представлено имя короля Артура. Мы видим, что записано оно как «рекс Арту Риус», то есть «царь Орды Рус» или «царь Русской Орды». Обратим внимание, что «Арт» и «Риус» отделены друг от друга, записаны как два отдельных слова и в двухраздельных строках. Позднее, по-видимому, начиная с XVIII века, имя короля стали записывать уже по-новому «Арту Риус», соединяя вместе два слова «орда» и «русь». Тем самым затумали довольно ясное русско-ордынское происхождение этого имени, титула. Надпись на камне из Англии «The Overchurch Rowan Stone» считается по-славянски как «Он волка лучше вечного разговора о силе волчьи, его молю. Раньше, когда мы жили давно с волком, то мать дала Господа Бога». Агата Вакальцу из британского музея «Линсток Кейстол» надпись представляет типичный набор слов и фраз для погребального украшения. Примерный перевод разделенных фрагментов текста. «Мара собирается, бо он к богу волку собирается брать, да волка к его маре тьма. Приветствую волчью тьму к волку». На золотом шиллинге из Англии по-славянски написано «Закон вечно живет». Сравните название монеты шиллинг с русским наименованием монет средневековния «Шеляк-Шелек». Итак, существует множество рунических надписей на монетах, рунических монументах V-VIII веков, например, «Канбалдскросс» в Ланкастере Англии, на костяных изделиях, найденных при раскопках в Лондоне, на ножнах, ножах, польцах, плитах и т.д. Подведем небольшой этому итог. Как следует из надписи на Ротвельском кресте из Шотландии, Британия до Римского завоевания, так же, как и Скандинавия, называлась Руссию, Северной Руссию. Это дает право называть русскими все древние рунические надписи Скандинавии и Британии. Практически все широко известные и доступные в настоящее время для пользователей британские рунические надписи разумно считаются на славянских языках. Исходя из всей совокупности прочтенных рунических текстов, становится понятно, что в дохристианский период на Британских островах достаточно хорошо прослеживается только старославянская, то есть русская руническая письменность. И дохристианская культура почитания солнечного бога Волка, Ра-Волка, с 7 по 8 век нашей эры вера в Ра-Волка трансформируется в почитание солнечного бога Яра, Ра-Яра, которого впоследствии отождествят с Христом. Именно в этот период руническая письменность Британии была заменена письменностью на основе латинского алфавита, а культура древней Северной Руси была полностью вытеснена христианством. По данным ДНК генеалогии, в современной Великобритании доля представителей прославянского арийского рода, гоплогруппы Р1а и других, на языке которого могли быть выполнены все древнейшие письменные памятники Британии, минимальна, всего лишь до 4%, и лишь на севере Шотландии достигает 25% населения. Становится понятным, почему русы, венеды, которые имели русскую ироническую письменность и говорили на славянском языке в истории Британии, почему-то не упоминаются, ни отдельно, ни в составе так называемых варварских королевств. Известный французский исследователь Жан Робен в своих трудах указывает на тот факт, что венеды, те же скифы русы, в 4-х-12 веках были царями мореплавания Рюа де Навигасьон в Северном море и на Ла-Манше. Жан Робен пишет, эти белые венерианцы также являются основателями замка Рослин в Северной Шотландии, и от них ведут свое скифское, славяно-арийское происхождение шотландцы. Рядом с замком Рослин русами скифома была построена небольшая царкушка, которая отличается от всех строений в том регионе своей удивительной архитектурой и внутренним декором с уникальной и красивой резьбой. В 1446 году старую царкушку перестраивал граф Аркейнский Уильям Синклер и сделал ней родовую сыпальницу. Считается, что эту царкушку построил именно Синклер, хотя при этом указывается, что она была всего лишь реконструкцией более древнего культового сооружения. Церковь Святого Матвея известна тем, что в ней снимался один из сюжетов фильма по роману Дэна Брауна «Кода да Винчи». В романе известного выдумщика Дэна Брауна «Код да Винчи» и основанном на нем в фильме «Рослинская часовня» якобы расположена на парижском меридиане, что не соответствует действительности. Представлена тем местом, где приорат Сиона скрыл святой Грааль, мощи Марии Магдалины. Все псевдонаучные рассуждения и открытия Дэна Брауна не более чем фантазия с большим количеством неточностей, ошибок и откровенной лжи. Как было уже упомянуто в самом начале лекции, представители русов, венедов, славяна-ариев дали начало многим известным кланам, ведущим свою насыщенную и яркую историю с XI-XII веков. Более того, ДНК генеологами установлено, что члены многих шотландских кланов имеют славянское, старорусское происхождение. К примеру, клан Рос, горный клан Шотландии. Одной из ветвей клана является дворянский род графа Морверов Рос. Клан владеет и управляет землями одноименного графства Рос Шир, Каунти оф Рос, в округе Хайлэнд, на севере Шотландии. На юго-западе эти земли граничат с округом Перт и Кинрос, в котором расположен город Кинрос, город рода Роса, а также древняя столица Скотии, Шотландии, Сконе, в графстве Гаури. В 32 километрах от Сконе располагается волшебный град Одина, Эдинбург. Известно, что примерно с IV века в Сконе существовал центр власти. Посвящение царей Сконе проходило по ведическим языческим обрядам на холме рядом с ритуальным камнем вплоть до XIV века. По близости с холмом находится аббатство Сконе, служившее также одной из резиденций старей Скотии. Важно отмечить, что начиная с IX века в Сконе, как и во всей Скотии, Ирландии, существовала община монахов-отшельников Кулди. Этимология слова Кулди современной лженауки неизвестна. А нам само название Кулди говорит о том, что это були русские халдеи, колдуны-ведуны, исповедующие ведизм, раннее православие, тоже раннее христианство византийское, александрийское, как и святой Патрик. Известно, что они не поддавались влиянию Рима католической церкви, не принимали постриг. Россы, русы, славяна Арии, принесли с собой на Альбион не только знание и язык, но еще любовь к музыке и песням. Речь идет о легендарной волынке английская пайп и арфе, которая является прообразом, разновидностью русских гусли. Только ирландцы и скоты и западноевропейцев сохранили возможность произносить сложную русскую букву с Ча. Бывшая столица Скотти Глазгоум, это название англосков, исключительно русская этимология, означает наблюдательный форт. Также вспомним о клане Маклауд, известном, один из кланов тоже горной части Шотландии, территориально связанный с островом Скай. Клан идет свое происхождение от Олаха Черного, который умер в 1237 году, царя островов и северной славяно-арийской скандинавской династии Крованов, правившего на острове Мен и части гибридских островов, сын Годрида Олафсона, короля островов и Дублина и Фенгуалы, внучки верховного царя Ирландии Мойрехтара Макалахлайна. Олах Черный из династии Крованов был прямым потомком первого царя Норвегии Харальда Пресноволосова 850-933. По данным некоторых исследователей, а также соответственно ДНК-генеалогии, Харальд Прекрасноволосый был сыном Олега Вещева, одним из сынов. Крованых аквенеды русоваряги считались королями мореплавания и господствовали на острове Мен и близлежащих территориях с 9-10 веков. В XI веке они построили на острове аббатство Рассен, Раши Эбий и замок Рассен Каштал Рассен. Именно в аббатстве в 1261 году были написаны хроники Мена, важнейший письменный источник по истории острова. Считается, что название клана произошло от Ипонии Малаут, который был сыном Олова Черного и Кристины, дочери графа Рос. Однако имеет место и другая версия, согласно которой название клана произошло от Маглот, города в центральной части Венгрии. Славяна Арии во времена переселения по Евразии двигались от Урала до Венгрии и далее на северо-запад. Они перенесли на далекие земли острова Мен один из своих гербов Танг, трескелион, треножник, три бегущие ноги из одной точки. Это один из первых солярных символов, близкий в этом отношении к свастике, символизирующий бег времени и циклический ход истории. Тут же отметим, что этот солярный символ гораздо старше и был известен над русском еще в первом тысячелетии до нашей эры. Клан Маккензи еще один из кланов, традиционно проживающий на землях Росшира в горной части Шотландии. Считается, что Маккензи были потомками Луарна, вторая половина пятого и начала шестого века, полулегендарного короля Далриады, ранне-средневекового царства скотов, которое охватывало западное побережье Шотландии, современная территория области Аргайл и Бьют и южная часть Хайленда, включая острова внешний гибрид, а также север Ирландии, современная территория графства Антрим. По соседству на севере Ирландии находится городство Роскоман с административным центром Роскоман. На границе городства Роскоман или Трим находятся поселки Русский и Росинвер. Совсем рядом, в 30 километрах от Дублина, находится древняя столица Ирландии Тара, место посвящения верховных царей. Тара – священное для Ирландии место эпохи Каменного века, политический и религиозный центр городохристианского периода Ирландии, Иберии или Ибарии. В сагах и в аналогах в житиях ирландских святых повсюду встречаются упоминания Тары как символ о легитимности власти, как крепости, которую нельзя взять, потому что ее уже нет. Этот мистический град веками был скрыт в недрах полнереальных холмов графства Мит и нет заступен был никаким завоевателем. Поэтому, может быть, Ирландия сумела выстоять салатарь русский историк Афанасьев. Быть может, каждый ирландец в той или иной степени ощущает связь старой, как живую связь с прошлым, не туманным, призрачным прошлым в облачной дымке легенд и преданий, а с тем прошлым, которое актуально и востребовано вне зависимости от исторического контекста, которое, собственно, и не имеет исторической локализации, но есть удивительное и необъяснимое ощущение сопричастности к великому и глубокому дыханию Древней Асии. Добавим, что также Тара это и название полярной звезды, и богини земли славяна Ариев, и древнего гора на реке Ирий, Иртыш-Тишайшей в Сибири, а также пустыни в Индостане. И в дополнение стоит отметить, что один из последних в Ирландии из рода рюриков был сражен в битве около Тары в XII веке одним из представителей рода плантагенетов, королей Англии. В завершение нашего повествования стоит несколько слов сказать о системе управления современной Великобритании. За последние 400 лет на Земле произошли некоторые значимые события, изначально давшие импульс развития процесса, называемого глобализацией. Речь идет о создании глобальных надгосударственных структур религиозного и военно-политико-экономического характера. Одной из первых ТНК транснациональной корпорацией международной в мире была британская ост-инская компания. До 1707 года английская ост-инская компания. Хотя она была основана еще в 1600 году под названием компания купцов Лондона, торгующих в Ост-Индиях. Но международной корпорацией ее по праву можно считать с конца XVII- начала XVIII веков. В беспощадной британский колониализм Индии сопровождался более чем столетней разорительной политикой, которая привела к упадку земледелия и традиционных ремесел, что в итоге способствовало гибели от голода до 40 миллионов индийцев. Согласно исследованиям известного американского историка Брукса Адамса, Британия за несколько первых десятилетий колонизации вывезла из Индии ценности на сумму в 1 миллиард фунтов стерлингов. Это сумасшедшие деньги на то время. Кровавая и безудержная эксплуатация индийских колоний стала важнейшим источником накопления британских капиталов и собственного начала первой промышленной революции в Англии. Стоит отметить, что параллельно с британской компанией в Индии и других регионах начали действовать и другие ТНК французские, голландские, португальские, испанские и китайский чай. Компания рассчитывалась за него поставками опиума, выращиваемого на территории Индии в Бенгалии. В середине XIX века опиум составлял до 40% индийского экспорта. Колоссальный подпольный рынок Китая поглощал до 1400 тонн опиума в год. Китайское правительство вынуждено было ввести смертную касть за контрабанду опиума, в результате чего Британия начала военные действия против Китая, переросшие в Первую опиумную войну 1839-1842 годов. Отметим, что значительную часть торговли наркотиками британские спецслужбы, так же, как и британская корона, контролируют до сих пор. Американское вторжение в Афганистан началось потому, что талибы развернули войну с наркотиками, уничтожали на своей территории все посевы мака и опиума, а также сократили в 10 раз наркотрафик через свою территорию. Потеря 40-50 миллиардов долларов наркооборота оказалась для британцев существенно недопустимой, и они спровоцировали своих агентов влияния в США на вторжение. Ее Величество – почтеннейший тайный совет – Орган советников британского монарха. Его прототип был создан еще в XIII веке и назывался тогда Королевским Советом. Он состоял из ближайшего окружения короля. Канцлера, Казначея, Судьи, приближенных министериалов. В их руках концентрировалась дополнительная судебная власть, которую советники осуществляли от имени короля. Полностью тайный совет в Англии сложился в период абсолютной монархии. Члены тайного совета назначались королем, отчитывались перед ним, были независимыми от парламента. Международный масштаб тайный совет приобрел с начала XVIII века благодаря колонизационной политике Англии. В нынешнее время Карл, а ранее Елизавета II, являлся королем Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Гренады, Папуанова и Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китца и Невиса, Сент-Люси и Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки. В некоторых из этих государств также есть свои тайные советы, которые подчиняются британскому. Вот уже несколько веков все основные нити контроля мировой власти уходят королевской семье Великобритании. Монарх возглавляет государство Евразийского Завета в Европе. Само слово британиас иврита переводится как земля завета. В короне британских королей 12 камней, которые символизируют именно 12 колен Израилевых. Скипетр королевы Египетский, его цвета красный, белый и синий, цвета массонерии. Прерогатива суверена монарха объявлять войну без законодательных ограничений и без объяснения причин, заключать мир, направлять военные действия, отправлять в отставку правительство, распускать парламент, формировать политику государства. Большей концентрации властных полномочий нет ни одного человека в мире. Именно в Лондоне находится тот дирижер и сценарист и планировщик, который отдает приказы мировым лидерам. Фактически монарх контролирует все ветви власти, законодательную, исполнительную и судебную. Также монарх верховный правитель англиканской церкви и может назначать епископов и архиепископов, то есть глава не только светской, но и духовной власти, чего нет нигде в мире, даже в Иране. Именно монарх высшей инстанции принимал решение о направлении войск в Ирак. В итоге пресловутый Бритиш Петролиум успешно качает близневосточную нефть. Стоит добавить, что сейчас Бритиш Петролиум также прекрасно и своевременно получает сумасшедшие ежегодные дивиденды из агрессивной России. Выборной в Британии является лишь Нижняя Палата общин, Верхняя Палата лордов, ПР и наследственные представители входят в ее состав, имеют полномочия отменять решение Нижней. Представители этой дворянской в кавычках элиты практически поголовно ведут свой рот от представителей таких почитаемых профессий, как грабители, рэкетиры, пираты, контрабандисты, торговцы наркотиками, оружием и рабами. Только вместо страусиных туфлей в них пышные гербы и именные ливреи. Кстати, сэр Генри Морган получил титул Пэра и постгубернатора Ямайки за пиратство, как и всемирно известный сэр Фрэнсис Дрейк и многие другие. Следует учитывать и такой малоизвестный факт, что принт-чарльзи контролирует так называемый островной клуб, включающий в себя 4000 олигархов из стран всего содружества. Это финансово-экономический кулак британской монархии, стуком которого она может открыть или выбить многие двери в мире. Кроме того, 117 корпораций, чьи штаб-квартиры находятся в Лондонском Сити, входят в список 500 крупнейших корпораций мира, и владельцами и главами практически всех этих корпораций являются члены палаты Перл, в том числе и печально известные корпорации Рэнд. Известный американский экономист и политический деятель Линдон Ларуш и многие другие исследователи прямым текстом говорят, что администрация американских президентов всегда переполнена британскими агентами влияния, а их деятельность направлена на уничтожение США. США, по его словам, стремительно превращается в фашистское государство в полном соответствии с британскими фашистскими доктринами, которые, собственно, и возникли именно на Туманном Альбионе. Британцы правили не только силой оружия, но и активно подкупали и разращали местные военно-политические элиты, крупных торговцев и интеллигенцию, формируя из нее диссидентов. Именно в странах, бывших колониями Великобритании, появился термин «компрадор» — человек, представляющий интересы иностранного капитала в своей стране. Именно компрадорская буржуазия активнее всего выступала против освободительных и социалистических движений в колониях, никогда не поддерживая их и всегда действуя как пятая колонна. Фиделя Кастро, Уга Чавеса, Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи, Али Хаминеи, Махмуда Ахаминаджада и Александра Лукашенко объединяют одно заметное обстоятельство. В каждой из стран, возглавляемых имя, была проведена национализация природных ресурсов. В случае Беларуси приватизация не проводилась, что не позволяет империям безнаказанно воровать их ресурсы. С уверенностью можно говорить, что недемократичный в кавычках режим правления в кривых зеркалах западной пропаганды реально означает народный, патриотичный, действующих в интересах своего народа и своей страны. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте репосты, максимально способствуйте распространению информации, которая подается на нашем канале. Заказывайте наши книги, изучайте материалы на наших сайтах. Все необходимые ссылки находятся в описании к видео. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok